Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео я расскажу вам о том, как работают макроссы, что такое макроссы, зачем они нужны, и как они могут серьезно упростить жизнь. И, конечно же, все эти макроссы будут у меня в описании под этим видео, ребяточки. Но перед этим сходу, как всегда, теймовички! Теймовички, это когда ты просыпаешься ночью, а у тебя во рту сухо-сухо, а ты стаканчик воды подготовил на этот случай, попил и дальше спать очень приятно. Конечно, сходу, ребяточки, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, расскажите друзьям об этом видео, напишите в комментариях, какие макроссы я мог пропустить. И, естественно, приходите на стримы каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21, а для этого нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления. Итак, ребяточки, начнем. Я приготовил вам ряд макроссов, а конкретно целых 10 макроссов, которые могут нам каким-либо образом в чем-либо, либо или не либо помочь, как бы, да. Итак, первый, ребяточки, макросс, я называю его соединение действий, вот я его так называю, да. То есть, вот как он примерно выглядит, вот так вот выглядит макросс. Чтобы вы понимали, у большинства способностей есть так называемое ГКД, Global Cooldown. То есть, когда вы жмете свою способность, допустим, вот я в совух превратился, видите, пошел круг, видите, превратился, пошел круг такой на способностях, да. На некоторых способностях этого круга нет. И конкретно такими являются на данный момент какие-то некоторые особенные скиллы, вот, какие-то конкретные, да. Да, естественно, припод является, да, зелье, которое выпивает, дает буф, буф, как говорится, на 25 секунд, дает интеллект. То есть, ну, перед боем, когда начинаешь, там, типа, он выпивается, да, и оно нет Global Cooldown на нем. У всех аксексуаров, аксексуаров, как говорится, нету у нас Global Cooldown, то есть, например, вот за палмах поджигателя, видите, использование, у них нет Global Cooldown, да. И поэтому я очень часто совмещаю их со своей бурстабилкой, потому что, в принципе, у них одинаковый откат, там очень близкий по смыслу, да, и, естественно, это очень удобно. То есть, я жму всего лишь одну кнопку, кнопку F, как видите, вот в моем случае жму, у меня активируется парад планет, выпивается припод, как видите, и жмется тринька. То есть, одной кнопкой сразу три кнопки жму, чтобы не париться. Очень удобно, и советую вам так же делать, да, то есть, если у вас, допустим, домажная какая-то обилка, да, на тринквете, да, и вам не обязательно совмещать ее с бурстом, просто запихните ее в воспользование любой другой способности. Например, вот у меня есть Лунный Огонь, да, он мгновенно кастуется, Лунный Огонь, и вот, если возьмете туда триньку, вставите туда тоже Слежкаст Огонь, этот, да, и эта тринька, вот, у вас все получится, ребятачки. То есть, Слежкаст будет Звездный Огонь, вот, и эта тринька Слежкаст, и все, она будет тоже по кадаизации, если это именно домажная тринька, и вам нужно, чтобы она просто находилась бесконечно в кулдауне, чтобы вы даже не думали о ней, забыли, просто у вас появилась такая возможность иногда, она у вас шпуляла, да, очень прикольно. И, естественно, если что, объясню, шоу, вот это шоу-тул-тип здесь, это конкретно, чтобы показывался скилл, который самый первый вот этот вот в Слежкасте, который находится, вот, чтобы он первый показывался, чтобы его КД можно было посмотреть как на обычный скилл, да. Если вы этого не сделаете, то будет макрос такой, знаете, наводишь на него, ничего не показывается, кошмар какой-то. Следующий макрос у нас, ребяточки, это, видите, баг-2, баг-2 это про остановление каста, то есть, что это значит? Значит, допустим, вот, какая-то критическая ситуация, и опять же ситуация с глобал кулдаунами. Грустная ситуация с глобал кулдаунами, допустим, я вот кастую большой скилл, долгий, например, лунный удар, да, кастую лунный удар, вот этот вот свой, да, и надо, чтобы остановить этот каст и нажать сейф-обилку, или сбить каст. Да, то есть, вам нужно это сделать, иначе все, иначе вайп, чтобы такое, как говорится, было упразднено, берем эту штуку, например, в данном случае я выбрал облик медведя, типа я, допустим, умираю, но при этом я вот кастую, и тут я умираю, чтобы выжить, нажимаю медведя, например, жму двоечку, и тут нажимаю медведя, видите, каст останавливается, я превращаюсь в медведя. То есть, удобно для всех кастеров, вот, для того же мага, у которого есть антимагия, чтобы сбить каст, да, ну, вот такие штуки, когда идет уже заклинание, надо его остановить и заюзать какой-то скилл. Очевидно, использовать нужно, видимо, ну, как вам, конечно, захочется, да, но я советую с сейф-обилками, например, да, что-то такое, да, вот сейф-обилки, сбивание кастов, то есть, достаточно удобно, да, то есть, вам по геймплею никак не помешает то, что будет останавливать каст, когда вы будете сбивать, да. А в другой ситуации вы не используете его, то есть, очень удобно. Бак-3. Бак-3, в данном случае, это невероятная ситуация, как видите, у меня здесь куча всего написано, это череда использования способностей в одной кнопке, то, о чем многие мечтали. А в данном случае хочется сразу рассказать вам, вот, как это работает, да, то есть, видите, здесь очень много параметров, вот, как работает. Каст-секвенс, это сама команда, шоу-тул-тип, чтобы показывать именно, что это такое, да, вот, как это будет работать. Вот, шоу-тул-тип этот, да. И, естественно, естественно, ресет, вот это ресет, это отвечает за то, что обновляется непосредственно эта ротация, да, то есть, она сама по себе обновляется, то есть, допустим, вот, используя вот 4 скила, стоят, сейчас покажу на примере, 4 скила у нас стоят, а когда происходит досолнечный огонь, она опять проявляется солнечный гнев, ну, бесконечно, как бы, такая круг, круг ротации. Но если вы хотите, чтобы она обновлялась, вот, вы можете, во-первых, каждый, вот, поставить циферку, ресет, равно, и вот одно из этих, вот, что-то из этих, да, то есть, что я написал, да. Если поставите циферку, то через 5 секунд, допустим, оно обновится само и опять перейдет на первый показатель солнечных гнев, да. Это очень удобно, можно использовать в случае, допустим, знаете чего, допустим, всяких бурстовых способностей, допустим, вы захотели вставить с глобал кулдауном в одну кнопку много бурстов. Например, вот, Рыцарь Смерти обладает несколькими бурстами, то есть, апнуть, нежить на минуту, нечестивое бешенство и, по-моему, еще что-то. Ну, по-моему, допустим, Апокалипсис. Допустим, Апокалипсис, такие, 45 секунд, минута и 2-минутное КД, да. Напишите в определенной правильной последовательности так, чтобы можно было ресетнуть тогда, когда откатится, допустим, какой-то скилл. Или, допустим, нажмите кнопку Alt, чтобы заново опять ресетнуть весь цикл. Если Combat пишете, да, то это когда заканчивается бой, все обновляется. Если пишете Target, это когда меняется у вас цель, меняется, соответственно, и обновляется ротация. То есть, грубо говоря, на примере Друида, есть у вас лунный огонь, есть солнечный огонь. И, допустим, вам нужно эти огни раскидать по всем, для того, чтобы они носили ауе урон, да. И, допустим, вот вы нажали на одного лунный огонь, солнечный огонь с этим касс-секвенсом, да. После чего сменили Target, и он опять обновился, вы опять на другого обновили, да. Конечно, в данном случае понятно, что они однообразные, и типа не важно, что они обновляются, не так и так обновлятся, да. Но все равно это хороший пример, мне кажется. И вот на примере показываю, да. То есть, пример покажу, очевидно, с кнопочкой Alt, да. С кнопочкой Alt, ну вот, я покажу. Я даже для себя эти макросы сохраню. Ну, честно говоря, я сам в шоке, первый раз их вижу, эти макросы, такс, отлично. Так, напоминаю, тут очень важны пробелы, да, пробелы и прочее. Ну, опять же повторю, все макросы у нас будут на месте, вот, в описании. То есть, допустим, смотрите, выбираем, вот, щелку, да, жмем этот макрос, смотрите. Идет солнечный огонь, идет солнечный огонь, лунный удар идет, видите, лунный удар идет. Потом вот эти вот две штуки у меня прошло. И лунный огонь, и солнечный огонь. Ну, то есть, короче, все четыре скилла завязались, жмем Alt, и видите, оно обновилось, на панельке обновилось. Вот, то есть, в данном случае, когда жмешь Alt, допустим, жмешь Alt, жмешь этот скилл, вот, отпускаешь Alt, и вот уже все обновилось, да. То есть, это вот так вот работать будет, то есть, очень удобно. Очень прикольно, кому интересно, кто-то воспользуется, кто-то что-то, возможно, из вас придумает, как это будет работать. Я на это очень сильно надеюсь, да, себе сохраню. Итак, ребяточки, наступил баг четыре. Баг четыре – это cancel aura. Очень удобный, как бы, макрос, отменяющий непосредственно какой-то, какой-то ваш, как говорится, скилл. Вот, то есть, допустим, смотрите, вы в походном облике. Ну, или, допустим, вы мах, которые зашли в ледяную глыбу. Чтобы вот здесь правой клавишей мыши не жать и не снимать с себя какой-то эффект, просто cancel aura. Ну, пожалуйста, лечу в походном облике, cancel aura. Cancel aura, я сказал. Cancel aura. Отлично. И я все время промахивался. Вот, cancel aura, видели? Оп, cancel aura. То есть, он отменяет определенный эффект. То есть, если, допустим, вы охотник, и вам нужно отменить с себя панцирь, чтобы дальше носить урон. Если вы, как говорится, притворились там мертвым, да. Ну, то есть, короче, убрать с себя глыбу, какие-то способности себя убирать у некоторых классов нужно, непонятные, да, ненужные тебе отменять эффекты, да. Поэтому используйте его, чтобы отменять на себя какие-то ауры, эффекты и так далее, которые вот здесь находятся у вас в бафах, которые можно убрать правой клавишей мыши, ну, и теперь этим макросиком, да. Так, баг-5. Баг-5 это чудо-фокус. Это очень важный момент. Допустим, вот раз взяли вы зандаларского ребенка в фокус, нажали вот, нажали зандаларский ребенок и прям фокус, да. Фокус это такое специальное менюшка, как дополнительный таргет, который позволяет вам, опять же, взаимодействовать дальше на уровне макросов дальше. Допустим, вот все, видите, он все в фокусе, он всю жизнь там будет зафиксирован, пока вы не напишите clear фокус, да. То есть, соответственно, следующий такой же вариант, это вот слеш clear фокус, вот так вот пишите, clear фокус, да. То есть, и в данном случае, в данном случае, когда вы сделаете clear фокус, опять же, так, вот, вы нажмете clear фокус, да, и он исчезнет, видите, из фокуса. То есть, фокус и clear фокус, как бы, грубо говоря, два одновременно в одном, да, чтобы очищать макрос. Подожди, а вот, ну да, короче, как так, да, то есть, смотрите, дальше что. Это я рассказал, дальше расскажу, к чему это. Баг 7, это, интересно, аддон на ассист, то есть, пригодится он, например, очень даже хорошо в двух случаях. Во-первых, это, если вы хиллер, и вы можете сбивать косты, вот, пишите ассист и пишите имя цели, то есть, и какого-то игрока, например, да, допустим, своего танка. И когда вы будете жать какой-то макрос, допустим, ассист, допустим, имя игрока, вот, потом, допустим, enter, cast, ну, допустим, в моем случае на уровне друида, да, на уровне друида, вот, cast, допустим, вот, стоп солнечного огня. Кстати, вот, секретная, интересная логика, если вы зажмете shift и выберете вот так вот, вот так вот, и shift, то у вас сюда отпечатается эта штука. Вау, невероятно, да, отпечатается, и вот так она будет работать. Допустим, вот, выбрали этот макрос, вот, по ассисту он будет давать этот стоп солнечного света или другой скилл. Ну, то есть, по ассисту, то это архит, который происходит. То есть, это удобно в каких случаях? Допустим, вы арените, и вам нужно помочь своему дедэшеру, если вы хиллер, убить того, кого он фокусит. Просто этот акрос ставите на все свои атакующие способности, и автоматически все ваши скиллы полетят в цель того, на кого стоит ассист. То есть, допустим, имя вашего тиммейта сюда вставить, и все. Или в случае, как я и сказал, ключей тех же, да, чтобы не переключаться, не табироваться по каким-то, опять же, противникам, вы можете просто банальнейшим образом, как бы, просто по ассисту что-то делать, да. То есть, очень удобный макрос, вот, очень всем, очевидно, его советую. Классный макрос, ну, то есть, удобный в некоторых случаях, да, очень достаточно удобный. Так, значит, что у нас дальше? Значит, у нас аддон БАК-8 на питомцев, да, очень полезный аддон для всех хантеров, рыцарей смерти, ну, возможно, даже, получается, черноклижников, да. То есть, что он позволяет? Во-первых, в Шоу Тул Тип, как всегда, будет показываться ваш скилл. В данном случае я поставил, например, свой собственный скилл какой-то, то есть, часть ротации поставил, да. Как действует, как бы, этот макрос? То есть, во-первых, пэт-атак. Вы жмете, допустим, кнопку, а питомец начинает атаковать ту цель, которую вы выбрали, да, непосредственно. Затем идет ваша какая-нибудь часть ротации, которую вы часто используете в скилл, допустим, вот, удар смерти или, там, удар плети, я не помню, вот, у рыцаря смерти того же. Я взял, например, у рыцаря смерти. Вы жмете, допустим, свою часть ротации, одну из ДПС-кнопок, вот, и при этом вы также жмете слэш-каст способности атакующего вашего питомца. И тогда этот замечательный макрос позволит вам и вашему питомцу носить максимальный урон, потому что питомец, как вы могли, может быть, заметить, он жмет, когда хочется ему эти кнопки, и бывают ситуации, когда у него уже шкала его энергии, которая используется в нанесении своей активной способности, заполнилась, да, а он тормозит, да, в таком случае он не будет тормозить, вы будете ему приказывать постоянно использовать свою ДПС-способность, что увеличит ваш ДПС в целом. Это довольно-таки классный макрос, на мой взгляд, советую всем использовать, и очевидно, как вы могли догадаться, в принципе, можно написать слэш-каст, вот, опять шоу-трип, слэш-каст, и способность пэта, например, в случае оглушения вурдалака, оглушение вурдалака, да, вы можете написать подобный макрос, и вообще выставить его на панельку, и чтобы у вас не вот в этом маленьком менюшечке, который будет появляться, питомцев, да, был стан, да, а это была как отдельная ваша, как будто бы, кнопка со станом, которая идет только от вашего питомца. Очень удобно, вот, то же самое для чернокнижников, но, я думаю, разберетесь. Бак 9, да, это вообще, это балдеж для всех хиллеров, однозначно, и не только. Позволяет вам, вот, позволяет вам хилить, или что угодно делать по наведению мыши. Конкретно, вот, я взял восстановление, смотрите, навел на свой фрейм, пошел хил, просто, вот, жмете кнопку, навел на свой фрейм хил, бегает задларский ребенок, навел на него вот так, он хилит его задларского ребенка, и здесь хилит, и меня хилит, да, и, получается, любого члена пати вот так вот хилит, если вы навели на него мышкой. То есть, в таргет выделять не обязательно, и, соответственно, если вы не наводите ни на что, он пишет, требуется выбрать цель. То есть, возможно, вам придется привыкнуть, да, но согласитесь, согласитесь, когда у вас на мышке будет вот этот прохил всех способностей, вы будете хилить выверенные цели, там, возможно, воскрешение кого-то, бэрнуть, еще что-то, да, какие-то вот озарения, например, за друида, да, то есть, или снятие порчи стоит у вас забиндженное, и вы вот так вот сможете все это делать по всему своему фрейму группы, по своим фреймам, да, вот просто вот так вот наведя, вот видите, кто-то умирает, вы знаете, что это он, и вы его вот так вот захиливаете, да, вот навели. Очень классный, как бы, макрос. Макрос, очевидно, все хиллеры заценили, мне кажется, да, все хиллеры заценили. Дальше у нас что? Дальше у нас макрос номер 10, и он же финальный макрос. Вот, это макрос по тому же принципу работающий, но с атакующей способностью, то есть, в принципе, то, что я рассказывал, тоже можно использовать для атакующих способностей, только что, да, то есть наложить дот или просто нанести урон, но что, если у нас нету таргета, да, но нужно что-то заюзать. Замечательный аддон, опять же, показывающий, что это за скилл, вот, слэш-каст собака-курсор в этих вот квадратных скобочках, куда вы навели, туда и будет юзать что-то круговое, например, лужу рыцаря смерти или звездопад, то есть, вот как он работает, показываю, смотрите, раз, ставим, допустим, вот на восьмерочку, и вот звездопад, смотри, раз, нажал восьмерку, и он применил туда, куда показывала мышь звездопад, да, то есть, это вам как минимум экономит тонну времени. Обычно, если вы возьмёте звездопад, наведёте, да, наведёте куда-то, и всё как бы, да, и всё как бы наведёте, потом ещё надо мышкой кликнуть, а тут просто жмёте, ну, вот я покажу ещё разочек, сейчас ещё разочек покажу, вот, просто сейчас секундочку, накаплю, сейчас накаплю, накаплю, накапливаю, накапливаю, просто навели куда надо, руки второй нет, восьмерочка, видите, и погнал, куда показала мышь, туда и погнал. Очень классная штука Советую пользоваться Ну, реально, в принципе, упрощает их ру Вот, и позволяет вам Как бы, ну, Мане, собственно, ври Собственно, ровать, как бы Прикольно, да? Вот, ну, нужно привыкать, конечно, к таким штукам А я надеюсь, вам понравилось это видео Было полезным, и вы воспользуйтесь Этими макросами Отдельно, конечно, я напишу обязательно Видосы по каждому именно Классу, уже, как я и говорил, обещаю Писать эти видосы, уже давно, но скоро Начну уже писать видосы по всем классам Гайды, да? И, соответственно, соответствующие макросы Тоже постараюсь для вас придумать, чтобы Они вам упрощали игру за ту или иную Специализацию, да? Конкретно уже в данном случае, а это такое обобщающее Видео общее, да? Которое, надеюсь, вам помогло Рассказало, как я уже сказал Все эти макросы Очевидно, под грифами От бака 1 до бака 10 Бака 1, бака 2, бака 3 Вот, будут внизу В описании, да? Ну, или, возможно, я их просто назову По принципу их действия, да? Будут в описании под видео Дальше нас ждет еще тоже огромное количество Интересных видосов по Голдфарму Вот, разнообразные фарм На питомцах Что-то там опять про жуткие видения Недельные сундуки Все мои вот эти вот штуки прикольные, да? Со стримов Какие-то Куча других по ачивкам Гайды По питомцам По маунтам, короче, куча всего еще По ивентам, да? Надеюсь, вам это все будет нравиться Вы обязательно, если еще не поставили лайк Поставите лайк, подпишитесь Нажмите колокольчик Чтобы получать уведомления И приходите на стримы Каждый день с 12 до 14 И с 18 до 21 По московскому, опять же таки, времени, да? Это невероятно Ну и напишите в комментариях Возможно, о макросах Которых я не сказал Но они могут быть очень полезными В каких-то невероятных ситуациях, да? Буду очень рад вашему мнению И добрым отзывом, ребятачки Бак-бак-бак-бак-бак ЗРАУ! МАВАФАКА КИКСИН ЛАЙ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok